В администрацию Ленинского района в день общероссийского приёма люди обращались не только со своими личными проблемами. Многие обеспокоены состоянием инфраструктуры своих территорий. К примеру, в деревне Петрушина не доходит ни один общественный транспорт. Часто ездим ко врачам. И чтобы уехать, нужно заплатить такси 200 рублей туда и 200 обратно. Также в аптеку за лекарствами, либо в Сбербанк. У нас в деревне нет и даже в Расторгуеве нет. Мы едем, видно, тоже на такси туда и обратно. Хочется, чтобы ускорили этот процесс. Людям очень нужен транспорт. И второй вопрос – это по поводу шумозащитного экрана. В деревне рядом находится железная дорога и трасса. К заместителю главы Сергею Гаврилову в этот день люди приходили и по вопросам строительства, объектов дорожного хозяйства. Что же касается деревни Петрушина, то их уже можно порадовать. Несмотря на все сложности в целом ряде согласований, на сегодняшний день уже правительство в лице Минтранса Московской области согласовало нам паспорт маршрута. Сейчас дело остаётся за тем, чтобы обеспечить, скажем так, на всём его протяжении установку необходимых знаков дорожного движения. Были вопросы в этот день и по улучшению жилищных условий граждан. Это больная и злободневная тема. Есть закон. И мы можем руководствоваться в принятии своих решений только законом. И только по тем документам, которые сейчас действуют, только на основании общих правил мы можем принимать. Актуальный вопрос в отделении земельных участков для многодетных семей также звучал в адрес руководителей. Ломенский район Московской области. Сейчас мы его межуем, разделяем на 77 участков. На прошлой неделе прошли публичные слушания по проекту панировки территории. Сейчас геодезическая организация заканчивает свои работы. И на следующий год, на начало следующего года мы выходим на предоставление земельных участков. Общероссийский день приема граждан – это не только решение личных, общественных вопросов, но и разъяснение гражданам действующего законодательства. Людмила Медведева, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова